В спорткомплексе Олимпийский, где и будут проходить соревнования, полным ходом идут последние приготовления. Завтра к полудню эти трибуны заполнятся поклонниками Краты. Бои, в которых примут участие почти 200 спортсменов из 30 стран, будут проходить на трех татами. И так как этот вид единоборств считается не только наиболее жестким, но и динамичным, то зрителям скучать не придется. Вообще, уже сейчас можно сказать, что организация чемпионата, который проводит Российская Федерация Киок Сенкай, отвечает самым высоким требованиям. К услугам бойцов будет оборудован прекрасный тренировочный зал. О уши наградах и говорить не приходится. Золотые медали изготовлены из 170 граммов благородного металла с изображением каратиста, выполненным из 159 фианитов. Впрочем, это не вызывает удивления. Карате в целом и Киок Сенкай, в частности, пользуются в нашей стране огромной популярностью. Не чужды этим мужским забавам и представители власти. Так, никто иной, как начальник организационного управления администрации президента России Валерий Чернов, встретил нашего корреспондента в своем рабочем кабинете в Кимоно. И в юности приходилось входить к друзьям на Старую площадь, посещать столовые, буфеты, чтобы когда-нибудь я думал, что я ответственного функционера правительства России могу сидеть в кабинете. Вот в каком виде, честное слово, я даже никогда не предполагал. И какая трогать мне здесь вот. Но это только в короткие минуты в отдыхах, друзья. Поддерживая в какой-то степени и помогая ребятам, значит, организовывать этот чемпионат мира по карате, я бы видел это как такую очень жирную, мощную черту с восклицательным знаком. Вот такую вот, которую мы подводим под всем огромным этапом, будем говорить, развития карате сегодня в России. Это действительно этап, когда, ну, будем говорить, правое дело, не в силе, но в правде, как говорят, величие. А вот мы все-таки добились того, о чем когда-то с вами, может быть, 20 лет назад вместе мечтали. Впервые в истории Киок-Сенкай высшие награды турнира будут оспаривать представители всех пяти континентов, среди которых немало признанных мастеров. Накануне мы уже рассказывали, как идет подготовка к российской команды. Переехавшись с базы в Подольске в гостиницу «Космос», где встречала наша съемочная группа. Наши ребята не должны разочаровать наших болельщиков. Настроение боевое. Ну, посмотрим, кто, так сказать, приедет к нам в гости. Половину соперников мы еще просто никогда не видели. Ну и повыясняем, кто сильнее в данный момент в нашем виде. Впервые на международных соревнованиях награду будут оспаривать и девушки. Наши спортсменки настроены только на победу, что и продемонстрировали корреспонденту НТВ+. А в это время в Шереметьево-2 одна за другой пребывали команды из других стран. Вместе с одной из сильнейших сборных Англии в Москву прилетел президент Международной федерации Киок-Сенкай Стив Арнейл, которого встречал президент Российской Федерации Александр Танюшкин. В интервью нашей телекомпании Арнейл сказал, что, давно зная организационные способности российской страны, не сомневается, что соревнования пройдут на высочайшем уровне. Кстати, эту его уверенность укрепило прекрасное, по его словам, обслуживание экипажем Рейса Аэроплота и работниками Шереметьева. Среди прибывших был и известнейший в мире боец Кент Фитцпатрик, уже почти 10 лет успешно выступающий на различных турнирах. Вы знаете, какой будет главный приз? Честно говоря, не интересовался. Наверное, вот такой большой. Нет, значительно меньше, но из чистого золота. Да, это хорошо. А вот команда Ирландии прибыла в неполном составе. Как оказалось, один из лучших спортсменов приедет из Комсомольска на Амуре. Два года назад на турнире в этом городе он встретил свою судьбу, женился и теперь живет и тренируется в России. Одним из последних в Шереметьево приземлился самолет из Токио. К нашему удивлению, японская делегация была очень немногочисленной. В турнире примут участие только три спортсмена. Сохраняя истинно самурайскую невозмутимость и каменные выражения лиц, родоначальники карате не стали делиться своими планами, сказав лишь, что, как всегда, единственный результат для них – это победа. Чемпионат мира по карате Кио Кусинкай. Надо сказать, что все здесь было впервые. Это первый чемпионат мира. Здесь впервые приняли участие женщины. И впервые на столь крупных международных соревнованиях приехали представители со всех пяти континентов. Всего же приняло участие 120 спортсменов из 30 стран. А начнем мы наш рассказ с финальных соревнований весовой категории до 70 килограммов из очень интересных соревнований, которые называются «Тамишивари» – соревнования на разбивание досок. Дело в том, что поединки в карате Кио Кусинкай длятся только две минуты. Если победитель не выявлен, даются дополнительные две минуты. А после этого спортсмены идут на весы, и тот, вес которого на 5 килограмм меньше, преднается победителем. Правда, перед полуфинальными боями это правило не действует. Поэтому и устраивается турнир по «Тамишивари». Таким образом, если в течение двух минут и добавленных двух минут победитель не будет выявлен, победа будет на тому спортсмену, который в упражнении «Тамишивари» показал лучший результат. Сейчас спортсмены заказывают различное количество досок, которые они могут разбить, а судьи, которые стряты рядом с ними, определяют, выполнены ли упражнения или нет. Мы видим, как выполняют упражнения четыре спортсмена, трое из которых россияне. Это Марсель Муракайев, Ахбала Апайев, Илья Вурков и Олег Флорин. Это второй удар. Спортсмены должны разбить доски ударом ребра ладони. Из четырех ударов, которым бойцам необходимо выполнить, вот этот удар локтем считается наиболее сложным. И поэтому количество досок здесь минимальное. В данном случае их три. Кстати, в этом упражнении спортсмены далеко не всегда показывают свой наилучший результат. Дело в том, что многие из них просто перед следующим поединком берегут внутренние ноги. И поэтому заказывают заведомо меньшее количество досок, чем они могли бы разбить, если бы соревнования шли только по Томишеваре. Олег Флорин пытается разбить четыре доски, и ему это удается. Пока это лучший результат. Ну, а последний удар, который им предстоит выполнить, это удар пяткой ноги. Пока спортсмены идут, в принципе, наравне, и сейчас выявится из них победитель. Маршаль Муракаев ломает четыре доски ударом пятки. И теперь слово Акбалату Акпаеву. Он заказал пять досок. Что ж, если ему это удастся, а ему это удается, то в финальных боях у него будет преимущество. Илья Волков пошел на своеобразный рекорд. Он заказал шесть досок. Есть. И он выходит в лидера. Последнее слово за Олегом Флориным. Ему предстоит разбить всего лишь четыре доски, и, к сожалению, неудачно. Теперь по правилам соревнований ему необходимо разбить минимум две доски. Если и эта попытка окажется неудачной, то ему будут назначены штрафные баллы. Очень легко спортсмен справляется с двумя досками. Я думаю, что четыре он не сломал просто случайно. И сейчас соревнования будут продолжены. А пока спортсмены бьются на татаме за победу, их товарищи, те, кто временно свободен от поединков, и те, кто уже выбыл из борьбы, кратают время за кулисами спорткомплекса. Одни азартно болеют за своих друзей, другие стараются подметить слабые места у своих будущих противников. Некоторые, как, например, ирландец Кент Фитцпатрик, сосредоточенно прыгают со скакалкой или проводят бои с тенью. Англичанин Феликс Томазо согласился прервать это занятие, чтобы ответить на несколько вопросов. Мне очень нравится этот чемпионат и Москва. Я здесь уже второй раз. Первый мой приезд был пять лет назад. Город постоянно меняется и становится все красивее. А вот у спортсменок из Швейцарии времени прогуляться по Москве не было. К сожалению, мы видели город только из окна автобуса. Нет, на победу мы не рассчитываем. Слишком сильны российские спортсмены. Ну а если перерыв между поединками затягивается, то девушки из девушки, и они никогда не откажутся потанцевать с веселыми куклами, развлекающими зрителей и спортсменов. Финальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Это легкий вес. Встречается обладатель Кубка мира 96-го года Марсель Муракаев и двукратный чемпион России Олег Флорин. Они одного возраста, обоим по 21 году, в обоих первый кью. Муракаев весит 67 килограмм, по крайней мере, так сказано в заявке. Флорин всего лишь на 1 килограмм легче. Рост 167 сантиметров Муракаев и 175 флорин. Поединок начался довольно динамично. Спортсмены без разведки боем начали наносить удары друг по другу. Оба спортсмена очень хорошо знают друг друга. Они вместе готовились к этому турниру. Я думаю, что для них не составляют тайны слабые и сильные стороны своего противника. У Флорина определенное преимущество в росте. Сейчас мы видели, что он пытается наносить удары под руки Муракаеву, но Муракаев очень уверенно блокирует все удары ногами Флорина. Забегая чуть вперед, скажу, что после окончания чемпионата этот поединок был признан самым красивым, самым зрелищным. Сейчас спортсмены наносят удары лоу-кик. Это удар голенью по бедру соперника. Удар очень болезненный. Мы несколько раз видели, что такой удар приводил к нокауту. Противник не мог больше продолжать бой. И коль речь зашла о нокаутах, я думаю, уместно будет сказать, что в предварительных соревнованиях, которые проходили в субботу, шесть спортсменов были отправлены в больницу. Они получили различные травмы. Да, каратэкио-кусинкай – это очень жесткий вид единоборств. Вы видите, что у спортсменов нет никаких протекторов, руки без перчаток, бойдет голыми кулаками. Запрещены только удары руками в голову. Ну, в общем, это естественно. Но зато удары по корпусу наносятся в полную силу. Просто удивительно, какой же крепкий пресс и какие крепкие мышцы грудные у спортсменов, что они выдерживают удары такой силы. Ну, отдельно можно говорить о том, как спортсмены набивают ноги, для того, чтобы выдерживать удары лоу-кик. Очень многие поединки на этих соревнованиях заканчивались досрочно, так как один из участников наносил мощный удар в корпус или в голову своему сопернику, и тот получал нокаут. Вот сейчас мы с вами видели, как Муракаев, захватив ногу Флорина, хотел провести ему удар, все тот же лоу-кик, по допорную ногу. В случае удачного исполнения, прием могут принести ему победу. А вообще, поединок очень равный. Две минуты уже истекают. Я думаю, судьям будет очень трудно принять решение в пользу одного или другого спортсмена. Скорее всего, будут назначены две минуты. Вот мы видим выброшенную подушечку, которая сигнализирует о том, что первые две минуты истекли. Что ж, подождем решение арбитров. Если же они не смогут определиться и присудить победу одному из бойцов, то будет назначена дополнительная двухминутка. Спортсмены стараются воспользоваться этой небольшой паузой, для того, чтобы отдохнуть, расслабить ноги, руки, сконцентрироваться, видимо, на дальнейшей борьбе. Так оно и получилось, что судьи не вывели победителя и назначена дополнительная двухминутка. Второй раунд. Второй раунд начинается еще более активно, чем первый. Спортсмену нечего терять, нужно добывать победу в эти оставшиеся две минуты боя. Вообще, Кёку Синкай один из самых скоростечных видов карате. Победа здесь достигается только в атаке. Только что мы видели, как судья дал предупреждение Олегу Флорину за то, что он держал слишком долго захват за куртку кимоно. Дело в том, что по правилам Кёку Синкай захват может длиться не более чем три секунды. И во время захвата можно нанести лишь один удар рукой или ногой. Флорин сейчас атакует, наносит очень неплохие серии руками, сильные апперкоты, по крайней мере так удары называются в боксе. И бьет коленями, в рефере снова разводит бойцов. А вообще, надо сказать, Кёку Синкай рефере крайне редко останавливают поединок. Дают возможность спортсменам проявить силу воли, характер, способность терпеть боль. Кстати, если спортсмен показывает, что после какого-то удара ему было больно, очко сразу же присуждается его противнику. Таким образом, видимо, воспитывается сила характера бойцов. Остается меньше минуты до окончания второй, двух минутки. И по-прежнему инициатива не переходит ни к одному, ни к другому сопернику. Они дерутся на равных. И все-таки, некоторое преимущество имеет сейчас Флорин. Очень сильный удар он наносит руками в корпус, работает коленями. И если бы в Кёку Синкай учитывалось просто количество попаданий, я думаю, Флорин был признан победителем. Но дело в том, что в Кёку Синкай очки приносят или нокдауны, или нокауты. Причем, по правилам этого вида карате, нокдауном считается, если противник не может продолжить бой менее пяти секунд. Если больше пяти секунд, это уже нокаут. Любопытно, что в Кёку Синкай судьи могут отдать предпочтение не только за активность, но и за грамотную защиту. Сейчас мы видим, что Муракаев уже выдыхается. Инициатива переходит к Флорину. И я думаю, что все-таки после второй двух минутки судьи, наверное, отдадут победу ему. Очень важно сейчас провести сильную концовку этого поединка, чтобы у арбитров, у боковых судей сложилось благоприятное, хорошее впечатление об этом спортсмене. Вот и стекла и вторая двух минутка дополнительная. И сейчас судьям предстоит принять окончательное решение. Если дело дойдет до Томишевари, то, конечно, преимущество здесь у Муракаева. Любопытно, что когда боковые судьи выносят свое решение, их глаза должны быть опущены. Судья на ринге подсчитывает результаты и победу отдает Олегу Флорину. Он становится первым чемпионом мира, первого чемпионата в категории до 70 килограмм. Трое из боковых судей отдали предпочтение Олегу Флорину. К ним присоединился и главный арбитр. Ну а бронзовым призером в этой весовой категории стал Акбулат Апаев. В бою на третье место нанесший поражение Илье Волкову с Украины. Таким образом, все три призовых места остались за представителями России. Сложно настраиваться на поединок со своим соотечественником? Чрезвычайно сложно. Потому что ты знаешь все его недостатки и все преимущества. Соответственно, Илья Волкова. И здесь необходима такая концентрация силы духа, чтобы свои недостатки скрыть, а его недостатки выявить и победить его. Очень тяжело было с ребятами играться. Он легче меняет, то, что он больше. И мне бы ничего не оставалось делать, как бы только так выяснили. Потому что это последний шанс был. А там пошел. Результат. Вот приятная церемония награждения. Золотая медаль выполнена из 170 граммов благородного металла. А на обратной стороне изображение каратиста сделано из 159 фианитов. И эта медаль на груди чемпиона мира Олега Флорина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова